Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Значит, вы письте, я уже год встречаюсь с парнем, простите, пожалуйста, с парнем, и не так давно мы с ним очень сильно поссорились. Ну, во-первых, так, здесь сразу момент никакой, что, когда человек говорит «мы», он инстинктивно сбрасывает в себя ответственность за то, что происходит. То есть, иными словами, вы, как бы, сняли с себя ответственность за то, что вы болтёры. То есть, получается, что не вы, а именно вы, вот именно вы поссорились, а получается, что, как бы, вы оба поссорили свою ответственность за то, что вы себя, как бы, сняли. Вот это вот является очень плохим признаком, очень плохим симптомом, потому что, потому что вы снимаете с себя ответственность. Если парень ссорился с вами, ну, допустим, он с вами ссорился, ну, как бы, там бывает, и в этом нет ничего ненормального, да? Вот, парень ссорился. Эм, рамы. Почему вы-то ссорились ссорились в ответ? Вопрос. Что заставило вас ссориться? Что у вас вызвало агрессию? Что у вас вызвало защитную реакцию? Далее вы пишите. Значит, мне звонит мой коллега по работе и спрашивает насчет отчетов. При этом он может спросить у другого сотрудника, но я не могу отказать коллеге, потому что может возникнуть у меня какие-то трудности, чтобы он мне помог. Ну, здесь, в принципе, все в целом правильно, кроме одного. Знает ли коллега, что у вас есть мужчина? И почему вы ему не сказали вежливо, грамотно, грамотно, обходительно, что, дорогой коллега, я готова тебе помочь, готова тебе отвечать, но не звони мне, пожалуйста, в определенное время, ты ставишь меня в неловкое положение перед моим мужчиной. Почему вы так сказали? Почему вы так мне сказали? Не понятно. Только потому, что вы боитесь застаться без помощи, если у вас что-то произойдет, или с этим кроется что-то еще. Может быть просто от страха отказаться другим людям, кому угодно. Далее. Парень увидел, что я с ним разговаривал и сказал мне о том, что ему неприятно видеть, что какой-то мальчик коллега звонит именно ко мне, хотя на рабочем он на это и инфо у других сотрудников. А здесь нужно сказать следующее, что ваш парень, он в принципе прав. Ваш парень прав только в том, что действительно подозрительно, когда коллега звонит, например, только вас, только вам звонит коллега, но при этом, при этом эта информация, по которой он вам звонит, можно знать где-то еще. То есть, это подозрительно. И парень здесь в принципе прав. Он говорит, что ему неприятно, но в том, что мальчик коллега звонит вам, потому что вы ему понравились. Но так почему вы не сказали мальчику коллеге о том, что у вас есть парень, чтобы он вам не звонил? Уверен, это решил бы многие проблемы. Чего вы боитесь? Что заставляет вас? Что заставляет вас? Как себя верите? Либо с вашим парнем у вас уже до этого были ссоры какие-то, и вы инстинктивно пытались приблизить. Вот этот вот момент ссоры, да? Потому что ваш парень довольно агрессивный и ревнивый, а это значит неуверенность в себе, а это значит, что при любом проявлении неуверенности в себе он происходит на вас агрессию. Он сам не знает, как с этим справляться. Значит так, либо вы просто не учли определенных факторов в силу своего воспитания. То есть в силу своего воспитания вы не поняли, что вашему молодому человеку могут быть неприятны какие-то вещи, вы не приняли этому значению. И в итоге это вылилось вот в том, что вылилось. Далее. Значит, он высказался по поводу чего, что сказал. И сказал мне, чтобы я добавил его в черный список. Вопрос к вам. Как вы имеете право? Ваш молодой человек, значит, указывает вам, кого вам заявил ответственный список и с кем общаться, а с кем нет. Непонятно. После чего я сказал окей, но забыл это сделать. Вы почему окей-то сказали? Ключевой момент. Вам что двигало, когда вы окей-то говорили? Вы правда готовы были это сделать? Почему? Потому что вас не знают. Как же ваш, например, страх, что вам не помогут в случае чего и так далее. То есть вот это вот как-то, знаете, не очень понятно. Если вы не придаете этому значение настолько сильному, настолько сильное и серьезное значение, то опять же, какой тогда был смысл делать то, что вот вы сделали? Если вам не так важна, например, помощь этого человека, который вам звонил, ну, коллега смотрит, то зачем тогда? Для чего тогда? Какой в этом смысл? Непонятно. Непонятно, какой в этом смысл он сегодня совершен. Далее, значит, ну да, было это сделать. То есть для вас это было не так важно. То есть для своего молодого человека вы, как бы это сказать, ну, не очень-то, не очень, не очень дорожите, не очень его цените и не очень для вас важно вот то, значит, что он вас просит. Получается так? Просто других, как бы, объяснений для того, как вы себя ведете, нет в данном случае, в данной ситуации, понимаете? Почему забыли? Если человек забывает, значит, для него это не важно, либо наоборот, это очень неприятно, я вам припочел это забыть. Но если это было неприятно, то что заставило вас так поступить? Значит, получается, вы не отстаиваете свою точку зрения, получается, вы не отстаиваете свою позицию в таком случае. Значит, снова звоню коллега, и опять-таки мой парень увидел, что я увидел это. Но здесь снова вопрос к вам. Вы знаете, например, да, вы знаете, что, допустим, парень, скажем так, негативно относится к тому, что вам вот звонит ваш коллега. Окей, вы можете не хотеть заносить его в черный список. А я, в принципе, вас понимаю. Это, ну, действительно неприятно может быть. Но если вы не хотите заносить его в черный список, то почему тогда вы сделали так, что он, парень, узнал о том, что вы об этом разговаривали с этим коллегой? Зачем? Понимаете? Вот вопрос какой. Вот что действительно важно. Почему вы не придали значения тому, что и как волнует вашего парня? Получается, что вы им не так сильно дорожите? Тогда. Далее, значит, парень увидел это, он разобился в канал, чтобы я больше ему в глаза не попадал. Ну, вы принебрегли им здесь. А он ревнил, соответственно. Я от лошади ушла. А... Почему лошади? Вы же забыли. Вы обещали. А что лошади было? Я от лошади ушла и тоже сказал, что он оставался за последнего при своем мнении. Так, а вы свое мнение какое-то высказывали, я не очень увидел ваше мнение. Вы сказали ему окей. Вы согласились. Ну, видимо, говорим четвертый день. Ну, это не так много. Видя мое состояние, подруга решила взять инициативу на себя и позвонить самой моему парню и выяснить все. Позвонить к нему. Так, ну вот здесь вы допустили вмешательство третьих лиц в отношении, что еще больше напрягло вашего парня, скорее всего. Потому что ему это неприятно было, что третьи лица вмешиваются в вашу жизнь. Позвонив к нему даже не все, он ей сказал, что все кончено, мне не надо. Она не понимает, что делать, я в ярости, помогите. По поводу чего вы в ярости скажите, пожалуйста. Вот конкретно вы по поводу чего в ярости. Что вызывает у вас ярость, что вы для себя потеряли, какой источник удовольствия, спокойствия вы сейчас потеряли вместе с уходом, например, этого человека. Что вам делать, значит, пока оставьте своего мужчину в покое. Не надо, чтобы он, мужчина, сейчас с вами кондактировал. Дайте ему возможность успокоиться, дайте ему возможность прийти в себя. А после этого поговорите с ним спокойно, извините перед ним за то, что забыли. Ну вот. И обрисуйте свою позицию. Более подробно. Потому что если вы встречались год, если у вас не было ссор до этого, и не было никаких проблем других, о которых вы могли не сказать нам. Если так, то тогда данная ситуация не может разрушить ваши отношения. Но вам нужно вести себя грамотно и последовательно. И не выходить за рамки личных отношений, то есть не привлекать третьих лиц. И свои чувства, именно вот свои чувства, стараться коррелировать, то есть соотносить с тем, что вы делаете. То есть, чтобы была такая вот единая цепочка, я делаю то, что хочу, я стараюсь свои желания реализовывать через намерение, и через намерение я реализовываю свои действия. А пока у вас на этапе намерений и на этапе действий идёт несоответствие вашим желаниям, вашему бездействию. И поэтому получается такой раздрай в отношениях. Это можно поправить, если вы согласны, и если вы выберете эксперта и проработаете с ним свою проблему. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы или что-то непонятное из моего ответа, пишите в личку, буду рад помочь вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше, желаю вам всего самого доброго и удачи!